добрый день тема сегодняшней лекции международные экономические отношения место россии мировой торговли также мы с вами рассмотрим свободные экономические зоны россии международные экономические отношения это взаимоотношения между различными агентами мирового хозяйства под агентами мирового хозяйства понимаются государства государственные организации межгосударственные объединения компании и физические лица а также различные некоммерческие общественные организации мировая торговля получила свое развитие в процессе зарождения мирового рынка шестнадцатом-восемнадцатом веках н.е. становление и развитие стал одним из ведущих факторов развития мирового хозяйства нового времени и в принципе трудно представить себе такой период истории когда торговля не оказывала бы в большей или меньшей степени влияние на общественную социальную даже политическую жизнь начиная с простого обмена товарами внутри одного государства заканчивая раскинувшиеся по всему миру сетью сложившихся коммерческих операций международная торговля это одна из ведущих форм международных экономических отношений понятия международных экономических отношений входят валютно-финансовые торговые производственные отношения ну и другие наиболее распространенные формы международных экономических отношений являются Валютно-финансовые, так как они характерны для всех участников мировой экономической системы. Ключевой характеристикой современных международных экономических отношений является процесс глобализации. Именно этому процессу обязаны своим возникновением различные международные организации, которые осуществляют контроль разных аспектов международных экономических отношений. Задачей международных экономических отношений является оказание воздействия на мировую экономику, прежде всего через упорядоченное включение национальных экономик в систему мирового хозяйства. В основе международных экономических отношений лежит принцип международного разделения труда или специализации. Международное разделение труда – это специализация каждой страны на той продукции, в производстве которой она имеет относительное преимущество. То есть более дешевые факторы производства или лучшие условия по сравнению с другими странами. В зависимости от развития и глубины международного разделения труда выделяют различные формы международных экономических отношений. Первое – это международная торговля товарами, услугами, технологиями. Она представляет собой оплачиваемый совокупный оборот товаров, услуг, технологий между странами и мирами. К основным тенденциям относятся, во-первых, рост масштабов международной торговли, вызванный деятельностью транснациональных корпораций. Во-вторых, качественные изменения вследствие развития научно-технической и интеллектуальной деятельности. Второе – второй вид международных экономических отношений – это международная миграция рабочей силы. Проявляется в перемещении населения в трудоспособном возрасте с целью получения работы вне страны проживаемых в течение определенного периода времени. Третье – международное движение капитала. Связано с миграцией капиталов между странами, в основном предпринимательских. Четвертое – международные валютно-финансовые отношения. В международной практике сложился порядок международных валютно-финансовых сделок между субъектами международных экономических отношений. Он определяется международными соглашениями и основан на развитии денежного обращения и международного разделения труда. Пятое – международная экономическая интеграция. Среди типов интеграции выделяют три. Двусторонние интеграционные объединения. Многосторонние и континентальные. Шестое – международное сотрудничество в решении глобальных проблем. Проявляется в совместных действиях всего мирового сообщества по преодолению, например, бедности, отсталости, решению экологической, продовольственных проблем, поддержанию мира, борьбе с терроризмом и т.д. На основе устойчивого развития международных экономических отношений формируется мировой рынок, представляющий собой систему проникновения экономик одних стран и национальное хозяйство других. К наиболее значимым особенностям международных экономических отношений относятся следующие. Первое. Экономические отношения охватывают значительное территориальное пространство, выходящее за национальные границы. Второе. Международные экономические отношения вовлекают в мирохозяйственные связи дополнительные по объему и набору ресурсов. Третье. Происходит перемещение ресурсов, факторов производства, его результатов за пределы отдельных стран и интеграционных группировок в глобальных масштабах. И четвертое. Международные экономические отношения действуют в международных экономических отношениях действуют особые механизмы и инструменты финансовые, валютные, таможенные, страховые, кредитные и прочие. Международные экономические отношения характеризуются рядом проблем, решение которых совместно осуществляется силами разных государств и надгосударственных объединений. Среди этих проблем, например, создание и регулирование свободных экономических зон. Свободная экономическая зона – это ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных, налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон – это решение социально-экономического развития, решение задач социально-экономического развития государства, отдельных его регионов или отраслевых. Следующая – организация международных транспортных коридоров. Транспортный коридор – это высокотехнологическая транспортная система, концентрирующая на генеральных направлениях наземный транспорт общего пользования, например, железнодорожный, автомобильный, речной и телекоммуникации. Следующая – интернет-экономика или сетевая экономика. Это среда, в которой любая компания или индивидуальный предприниматель, находящийся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или предпринимателем по поводу совместной работы, например, для торговли, обмена идеями и так далее. Международные экономические отношения фактически связали все страны мира в такой единый экономический организм. Благодаря мировой торговле одни и те же товары можно обнаружить в самых разных частях планеты. Экономические комплексы многих стран развиваются на средства, полученные от иностранных кредитов или инвестиций. В результате у населения планеты, связанного в единое мировое хозяйство, оказались общие товары, общие деньги, общие знания и новости, общие места отдыха. Существует немало форм международных экономических связей. Развитие международных экономических отношений в современных условиях можно охарактеризовать тремя ключевыми тенденциями. Первая – это международная экономическая интеграция. Это процесс хозяйственного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда междунациональными хозяйствами. Международная экономическая интеграция представляет собой взаимодействие экономик различных стран на различных уровнях и в разных формах посредством развития взаимовыгодных связей. С помощью международной экономической интеграции можно обеспечить совместное решение мировых экономических задач. Международная экономическая интеграция чаще всего принимает форму соглашений между различными государствами, регулирование которых осуществляется силами межгосударственных институтов. Следующая тенденция – это глобализация. Но прежде всего глобализация международных отношений. Это усиление взаимозависимости, взаимовлияния различных сфер деятельности в области экономических отношений, включая различные сферы общественной жизни. И третья тенденция – это транснационализация. Это перемещение капитала из стран с его относительно избыточным количеством в страны, где он находится в дефиците. Но в избытке имеются другие факторы производства. Например, земельные ресурсы, полезные ископаемые, которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки, например, капитала, инвестиций. Проявление глобализации на микроэкономическом уровне выражается в транснационализации компаний, расширении их деятельности за пределы внутреннего рынка. Именно ТНК – транснациональные корпорации представляют собой основу глобализации и ее движущую силу. Современные тенденции развития международных экономических отношений свидетельствуют о повышении их значимости в современном мире. Отличительной особенностью мирового хозяйства в середине XX века являлось бурное развитие международных экономических отношений. Расширялись и углублялись экономические отношения между государствами. Группами стран, отдельными организациями, даже фирмами. И все эти процессы проявлялись в углублении мирового разделения труда, глобализации мировой экономики, интернационализации финансово-экономических отношений, повышении открытости национальных экономик, укреплении и развитии региональных мировых структур. Прямым и непосредственным толчком к появлению России на международных финансовых рынках стало ее вступление в Международный валютный фонд в 1992 году и Международный банк реконструкции и развития. Непосредственное членство в упомянутых международных организациях заставляет наше государство выполнять установленные экономические и торгово-политические требования, давая при этом право полного участия в международных финансовых отношениях, а также возможность проникновения отечественных банков на мировой рынок и в другие государства на основе валютно-кредитных и финансовых взаимоотношений. Россия является членом более 20 международных организаций, например, это ООН, ОБСЕ, ВТО, СНГ, Большая Двадцатка и другие. Для России характерны следующие специфические черты, преимущества, которые позволяют осуществлять оптимальную интеграцию в мировое хозяйство, обеспечить должное место международных экономических отношений. Это развитая научно-техническая база, высокая степень обеспеченности энергоресурсами и сырьем, их относительная дешевизна, высокий уровень кадрового потенциала, особенно в точных науках, инженерии, технике, высокий индекс человеческого развития, который учитывает объем ВВП на душу населения, уровень образования и ожидаемую продолжительность жизни. За весь период формирования рыночной экономики в России был заложен прочный фундамент для эффективного, основанного на конкуренции развития государства. За это время произошло разгосударствование производственных средств, налажено функционирование рыночного механизма ценообразования, что обеспечивает наличие и разнообразный ассортимент товаров на рынке. Россия и дальше продолжает интеграцию в экономическую систему мира. Глобализационные процессы объективны и определены направлением развития всей цивилизации. Предпринимаются следующие действия для перехода российской экономики на инновационный путь развития. Разрабатываются и осуществляются схемы повышения доходов всего населения для формирования нормального покупательского спроса. Активизируется государственное регулирование различных отраслей экономики. Осуществляется государственное финансирование транспортно-сетевой и социально-культурной инфраструктуры. Учитываются базовые факторы перехода на инновационное развитие. Россия, как крупнейшая евразийская держава, объективно нацелена на развитие и занятие места геополитического моста или посредника между Европой и Азией, между странами Запада и Востока. В последние годы российская дипломатия направлена на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Успехи в данной части внешней политики присутствуют. Россия активно ведет переговоры с Китаем, другими странами Востока по разным направлениям. Однако нельзя не отметить тот факт, что зачастую они достигаются предоставлением больших скидок на товары и сырье со стороны России с целью создания привлекательных условий для стран Востока. И, по мнению многих экспертов, вклад России в глобальное международное хозяйство постепенно уменьшается. В том числе это связано и с санкциями, которые ввели некоторые западные государства в отношении России. Минимальный уровень инфляции в нашей стране был отмечен в 2017 году. Он составил всего 2,5%. Такой минимальный уровень инфляции еще не наблюдался в новейшей истории. Но в настоящее время уровень инфляции приблизился к 6%, что и является серьезным провалом. Положительной тенденцией является то, что российский рубль относительно, конечно, снизил свою зависимость от цены на нефть. Но продолжает оставаться зависимым. Показатель ВВП в России по итогам 2020 года сократился на 3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики, Росстат. При этом это сильнейшее сокращение Падение ВВП за последние 11 лет после кризиса 2009 года. Падение экономики связано с введенными ограничителями мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией и падением мирового спроса на энергоресурсы. Рост показали наиболее востребованные в 2020 году сферы. Это здравоохранение, финансы и информация и связь. Так как многие перешли на удаленную. В отраслевом разрезе под влиянием карантинных ограничений сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения. Это гостиницы и рестораны, учреждения культуры и спорта, предприятия транспорта и другие. Под влиянием снижения цен на нефть упала как добыча нефти и газа в фактическом выражении, так и экономическая отдача от этих сфер. Но не только в России снизился ВВП, в развитых странах он тоже резко сократился. Например, в США на 3,5%, в Германии на 5%, во Франции на 8%. В России с 2013 года максимальный темп роста ВВП не превышал 2,5%. По оценке счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составлял 0,9%. По прогнозу МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП России составляет 1,6%. Что, по мнению многих экспертов, является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России. Сейчас Россия занимает 6 место в мире по развирую ВВП по паритету покупательной способности, уступая при этом Китаю, США, Индии, Японии и Германии. Особые экономические зоны. Это один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. Итак, это часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура в свободной таможенной зоне. Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающих высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, транспортной инфраструктуры, коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции. Классификация особых зон по видам экономической деятельности есть, например, выделяется торговая зона. Это территория, выведенная за пределы национальной таможенной территории. Внутри проводятся операции по складированию товаров и их предпродажной подготовке. Упаковка, маркировка, контроль качества и так далее. Отличаются достаточно быстро окупаемостью. Основные виды – это свободные города, зоны свободной торговли, свободные таможенные зоны, магазины беспрошлые торговли. Второй вид – это промышленно-производственная зона. Это часть национальной таможенной территории, внутри которой налажено производство конкретной промышленной продукции. При этом инвесторам предоставляются различные льготы. Часто может служить целям экспортного ориентирования или импортозамещения. Основные виды – это зона одной отрасли, зона одного предприятия, экспортно-производственная зона, промышленный парк. Следующий вид – это технико-внедренческие зоны. Это территория, выведенная за пределы национальной таможенной территории, внутри которой размещаются научно-исследовательские, проектные, конструкторские бюро и организации. Нацелены на разработку неопыла, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и коммерциализацию результата. Это технопарки и технополисы. Следующая – сервисная зона. Территория с льготным режимом для фирм, занятых оказанием финансовых и нефинансовых услуг. Экспортно-импортными операциями, операциями с недвижимостью, перевозками. Основные виды – это зона банковских услуг, финансовых услуг, офшорная зона, зона свободных туристко-рекреационных услуг и так далее. Комплексные зоны. Они представляют собой зоны с льготным режимом хозяйственной деятельности на территории отдельного административного района. Это зоны свободного предпринимательства в Западной Европе, Канаде, сформированные в депрессивных районах, специальные экономические зоны в Китае, территория особого режима в Аргентине, в Бразилии. Классифицируются особые экономические зоны и по степени организации. Первое – это, например, территориальные. Льготы предоставляются на конкретной территории, часто присутствует развитая инфраструктура в таких зонах. Двух видов было. Это анклавные, там либеральная политика, но в области лишь одного региона. Это зоны свободной торговли, экспортно-производственные зоны. И второй подвид – это открытые зоны. В них существует политика таможенного контроля, но нет такого особого ограничения, что делает их более связанными с другими регионами. Часто это комплексные, финансовые, туристко-рекреационные. Следующий вид – функциональные. Льготы предоставляются под конкретную деятельность. Причем размещаться предприятие может в любом месте страны. По факту, компаниям предоставляется свободный экономический режим в зависимости от того, в какие сферы намерено государство привлекать компанию. Это, как правило, экспортно-ориентированные. И территориально-функциональные зоны. Это такой смешанный тип. Теперь об особо экономических зонах в России. Это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Создание и деятельность таких зон регулируются федеральным законом 116. Цель создания особых экономических зон в России – это развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих производств, туризма, санаторно-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической системы, развитие особых экономических зон в России занимается специально созданная управляющая компания, акционерное общество «Особые экономические зоны». Единственным акционером которого является государство. на основании вот этого федерального закона в России существует 4 типа экономических зон. Это промышленно-производственные, техниковнедренческие или инновационные, еще называют портовые, и туристические или туристско-рекреационные. 38 особых экономических зон, 19 промышленных, 7 инновационных, 10 туристских и 2 портовые. Вот за 15 лет работы в этих зонах зарегистрировалось более 778 резидентов, из которых более 144 компании с участием иностранного капитала из более чем 40 стран мира. Итак, промышленные. Они расположены в крупных промышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе для производства, доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям это лишь основные характеристики промышленных и промышленно-производственных зон, определяющие их преимущества. Размещение производства на территории промышленных зон позволяет повысить конкурентноспособность продукции на российском рынке за счет снижения издержек. В числе приоритетных направлений деятельности промышленных зон это производство автомобилей и автокомпонентов, строительных материалов, химической и нефтехимической продукции, бытовой техники, торгового оборудования. Вот представленные они перед вами, эти зоны, в виде таблицы и на карте. Техника внедренческая или инновационная. Расположение таких зон в крупнейших научно-образовательных центрах, имеющих богатые научные традиции и признанные исследовательские школы, открывает большие возможности для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские международные рынки. Пакет таможенных и налоговых преференций, доступ к профессиональным кадровым ресурсам наряду с растущим спросом на новые технологии и модернизацию различных атраслей российской экономики делает инновационные зоны привлекательными для венчурных фондов, а также разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Данные зоны представлены на карте и в виде таблицы на слайде. Приоритетными направлениями развития инновационных зон являются нано- и биотехнологии, медицинские технологии, информационные, точное приборостроение и так далее. Туристко-рекреационные. Они располагаются в самых живописных и востребованных туристами регионах России. Эти зоны предлагают благоприятные услуги для организации туристского, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. Они представлены в таблице и на карте. Портовые находятся в непосредственной близости от основных глобальных транзитных коридоров. Их положения позволяют получить доступ к быстрорастущему рынку крайне востребованных портово-логистических услуг как на Дальнем Востоке, так и в Центральной России. Отличительной особенностью особой экономической зоны на базе аэропорта Ульяновск-Восточнее является ее близость к предприятиям Ульяновского авиационного кластера. Это создает предпосылки для развития проектов, связанных с техническим обслуживанием и переоборудованием воздушных судов. Основное направление портово-логистической зоны в Хабаровском крае это формирование современного многопрофильного портового судоремонтного центра, который опирается на удобное географическое положение и уже существующую инфраструктурную базу. На территории особоэкономической зоны Мурманск возможно строительство контейнерного терминала, модернизация действующих и возведение новых портовых мощностей по приему, перевалке, погрузке, насыпных и наливных грузов. Кроме того, возможно сборка буровых установок, что имеет большое значение для успешного освоения шельфовых месторождений нефти и газа. Задачи, которые решают создание свободных экономических зон, это создание новых рабочих мест, стимулирование отечественных производителей, сохранение и развитие интеллектуального потенциала, привлечение в страну капитала из других стран, те же, кто осуществляет деятельность на территории особоэкономических зон, получают многие преимущества. Льготы, экономия на пошлинах и так далее. Ну вот, несколько экономических зон, например, Алабуга, республика Татарстан. Здесь несколько специализаций. Работы по производству автобусной техники, производству медицинских препаратов, мебельное производство, химическое. Плюсы для резидентов этой зоны. Это отсутствует экспортная пошлина, не надо платить транспортный, земельный налог, полное освобождение от имущественного налога. Далее. Условия для полноценного функционирования свободных экономических зон, они представлены на слайде. Это прежде всего географическое положение, свободные площади для развития, высокий уровень инфраструктуры, ну и другие. Конечно же, принципы действия. Государство должно гарантировать отсутствие конфискации имущества. Свободно должна использоваться валюта для совершения каких-то операций. И так далее. Ну и в завершении немножко обрисуем место России в мировой торговле. В структуру внешней торговли России входят следующие виды. Это экспорт, импорт и транзитная торговля. То есть покупка товара за рубежом с одновременной продажей в третью страну. Реэкспорт или реимпорт товара, лицензионные торговые соглашения и другие. На развитие внешней торговли со странами мира основное воздействие оказывают прежде всего либерализация мировой торговли, регулирование мировой торговли по правилам ВТО и углубление международного разделения труда, интернационализация производства под влиянием научно-технического прогресса. Для России во многом сохраняется топливно-сырьевая ориентация российского товарного экспорта. в условиях снижения мировых цен на углеводороды проявилась негативная динамика для товарооборота России по итогам 2019 года и 2020 А вот агропродовольственный сектор России является таким примером успешной реализации долгосрочной стратегии по увеличению глобальной конкурентоспособности отечественной продукции. За последние 10 лет доля России в мировом продовольственном экспорте выросла более чем в два раза. В число факторов обеспечивающих устойчивый рост российского продовольственного экспорта относится прежде всего его понятная специализация это злаки рыба растительное масло вот в сумме они дают почти две трети российского экспорта АПК И вот такая специализация позволяет сосредоточиться на поэтапном увеличении конкурентоспособности Ну например повышение качества российского зерна при сохранении рыночных цен вместе с непрекращающейся работой российской стороны по сертификации экспортируемой продукции на рынках стран-импортеров позволили за 10 лет значительно расширить географию поста в 2019 году российская пшеница поставлялась в 96 стран-импортеров 10 лет назад это были всего 53 страны ячмени кукуруза в 33 страны тогда как 10 лет назад это было 13 стран другим примером целенаправленно реализуем экспортной стратегии является лесопромышленный комплекс здесь приоритетом является увеличение глубины переработки древесили в том числе путем повышения уровня ставок вывозных таможенных пошлий с 2019 года действует 40% вывозная пошлия даже несмотря на отрицательную динамику российского экспорта продукции лесопромышленного комплекса необходимость таких мер очевидна Россия уже входит в тройку мировых лидеров по экспорту пиломатериалов и фонмирования российский экспорт металлургической продукции в большей степени зависит от мировой конъюнктуры но продемонстрировал такую разнонаправленную динамику под воздействием снижения мировых цен сократились поставки стальной продукции в имени и меди одновременно числу выигравших от происходящих на мировом рынке изменений можно было отнести никелевую продукцию драгоценные металлы но продукция металлургического комплекса подорожала в конце 2020 года в начале 2021 года внешняя торговля услугами в России демонстрирует положительную динамику по данным всемирной торговой организации доля России в мировом экспорте товаров составляет всего лишь 2,3% что практически равнозначно долю в глобальном экспорте Сингапура надо отметить что мир в ближайшей перспективе начнет массово сокращать потребление нефти переходя на возобновляемые источники энергии это такой тренд цифровой эпохи тогда доля России в мировом экспорте товаров будет практически равна нулю но в данном аспекте отчасти помогли санкции введенные против России с 2014 года которые простимулировали импортозамещение развитие производства своих товаров и в целом отечественное производство России конечно необходимо экономически выгодное сотрудничество со всеми государствами в совокупности с ростом национальной экономики на фоне развития отечественной промышленности импортозамещения улучшения инвестиционного климата путем прекращения давления на бизнес минимизации административных барьеров мастерей 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 И необходимо лишь его эффективно реализовывать. Поэтому необходимые усилия направлены на стабилизацию положения России на мировой арене, снятие санкций, так или иначе негативно влияющих на страну, и формирование долгосрочных и взаимовыгодных отношений с другими государствами, не только с странами Востока, но и Запада. По данным таможенной службы, ключевым партнером по торговле все-таки остается Европейский Союз. Вот на слайде представлена информация. За полгода 2019-го на долю ЕС приходилось более 40% российского товарооборота. На втором месте находятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Китай, Япония, США. На этот блок приходится 32% товарооборота. И замыкают тройку лидеров страны СНГ. Вот если по странам смотреть, то все больше и больше в России экономические отношения развиваются с Китаем. Но еще в пятерку лидеров входят Нидерланды, Германия, США и Южная Корея. Ребята, у меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok